Организация работы инфекционного госпиталя, работы такого госпиталя в провинции Бергамо, Италия. Также пример работы госпиталя у нас в городе Москва. И новые тренды тактики ведения пациентам с COVID-19. Итак, вашему вниманию на слайде представляется общий вид торговой ярмарки в городе Бергамо, на базе которого был развернут полевой госпиталь, где в настоящий момент продолжают работать военные медики в составе российско-гуманитарной миссии. Положительным моментом является очень быстрая организация в закрытом помещении именно COVID-19 госпиталя, в котором очень хорошо разведены потоки пациентов, потоки медработников. Отрицательным моментом является общая вентиляция для красной и желтой зон, потому что в этом госпитале есть общая крыша, но нет потолков. Каждая отдельно в палате в ординаторской красной и желтой зоне. Единственное, что удалось сделать, это разделить вентиляцию, которая есть в зеленой зоне на предточную вытяжную, и отдельно такая же вентиляция существует на всей красной и желтой зоне. Поэтому медработникам на территории не только красной, но и желтой зоны категорически не рекомендуется снимать респираторы. Итак, вот если посмотрите на этот пример, то вот по структуре он очень, госпиталь спланировал, на мой взгляд, рационально. Итак, есть вход отдельный для персонала в зеленую зону и есть отдельный вход для пациента, причем они очень четко разграничены. Итак, медицинский персонал входит в зеленую зону. Здесь он раздевается и здесь же имеются душевые для медработников. Итак, медперсонал зашел, разделся, отдельная раздевалка для мужчин и женщин и осуществляет в хирургической одежде, то есть просто в своем медицинском халате, не в сизах, выход в желтую зону. Причем хочу отметить, что выход в желтую зону из зеленой и вход из желтой зоны в зеленую, они совершенно разные. Выход из зеленой в желтую зону осуществляется не через душевые, а обратный вход из желтой в зеленую зону осуществляется обязательно через душевые. Дальше персонал следует уже в раздевалку. Итак, пройдемся. Итак, медработники зашли в зеленую зону, переоделись в обыкновенную медицинскую одежду. Не в сизы, еще раз подчеркиваю. И проходят по желтой зоне, здесь у них достаточно длительная маршрутизация, это не обязательно для каждого конкретного госпиталя, просто здесь по-другому не было возможности сделать. То есть у каждого размеры желтой зоны госпиталя могут быть разные. То есть это может быть просто даже шлюз. А здесь это достаточно большое пространство, куда, кстати, входит еще и помещение, вот буфет для приема пищи. Вот они его развели в желтую зону. Хотя вообще-то я бы, например, сделала бы его в зеленой зоне. Но здесь получилось технически сделать так. Итак, значит, по желтой зоне медработники заходят уже, вот здесь идет раздельная вентиляция, заходят уже также по желтой зоне, но уже тут и располагаются больные. Вот эти вот переборки здесь, то есть медработники пока что идут по желтой зоне, вот здесь она выделена. И только по желтой здесь идет переборка из гипсокартона и доходят в желтой зоне до шлюзов. В этой же желтой зоне располагается маленький буфет для персонала. Здесь, по сути дела, нет никаких сотрудников пищеблока. Здесь просто можно взять, например, в холодильнике какую-то еду. Ранее здесь выложено. Также здесь есть еще и туалет для медицинского, вообще санузел для медицинского персонала. Здесь разрешается находиться в хирургической форме. Дальше отдельный шлюз. По сути дела здесь даже два отдельных шлюза на выход. Из желтой зоны в красную. По бокам. И шлюз на вход затем. Из красной зоны в желтую. Ну, потому что считается, что все-таки одеваются сизы доктора более сосредоточенно, более внимательно и дольше. Так, чтобы не было пересечения потока. Итак, отдельный шлюз на выход из желтой зоны в красную. В этом шлюзе медработники одевают средства индивидуальной защиты. О них немножко позже. Потому что, как оказалось, во-первых, проблема их правильно одеть. Во-вторых, бывают сложности их одеть индивидуально. То есть рекомендуется вообще это делать попарно. Следить за собой. И если есть какие-то проблемы именно в технике одевания, в правильности одевания, то друг друга подсказывать. Итак, медработники заходят через шлюз из желтой зоны в красную. Где располагается, собственно, прием пациентов, которые с улицы заходят или их привозят в красную зону. Здесь же находится площадка для дезинфекции санитарного транспорта. И вот примерно в этой зоне осуществляется сортировка пациентов. То есть по степени тяжести. Здесь у них проводится забор анализов на общий анализ крови. Там анализ газа в крови. Дальше измеряется сатурация. То есть хотя бы уже имеется представление, куда дальше пациента определять. Либо определять подделение реанимации. Здесь оно располагается. Либо определять терапию, где располагаются легкие пациенты, нуждающиеся только в оксигенации. То есть здесь идет разграничение. Отдельно палаты с аппаратами ИВЛ, отдельно без аппаратов ИВЛ, только с разводкой кислорода. Естественно, разграничение вакуума и кислорода, она должна подходить к каждой койке в стационаре. И там ковид-госпитале. Еще один момент. Естественно, все эти палаты должны быть оборудованы рукомойником, который закрывается с помощью локтя. Не кранами, а именно вот этим вот гусаком, шаровым гусаком. Кроме этого, между двумя койками должен располагаться дезинфектант. То есть это совершенно неправильно, когда в некоторых госпиталях видишь, что, например, палата рассчитана на 12 человек. И только лишь в одном углу, в зоне рукомойника, располагается дезинфектант. То есть дезинфектанты должны располагаться между койками, чтобы они действительно были использованы при переходе от одного пациента в другом. Итак, на что еще нам следует обратить внимание. В этой же красной зоне в идеале должна располагаться клиника биохимическая лаборатория, где будет осуществляться дополнение общего анализа крови, биохимического анализа крови и анализ газа в крови. Если это технически невозможно, естественно, придется транспортировать это все другое в помещение. Точнее, может быть, даже другой корпус. Но это крайне нежелательно, потому что при перемещении, во-первых, увеличивается риск заноса инфекции уже на самой одежде. Ты как бы тщательно не соблюдаешь, но тем не менее, все равно риск может быть. И как бы надо минимизировать это. И, естественно, при транспортировке тоже могут допускаться погрешности в отношении контоминации врачей-лаборантов, расположенных в совсем другое здании, например, работающих не только на COVID. То есть должна быть выделена отдельная экспресс-лаборатория. Кроме этого, если есть экспресс-тесты на различные инфекционные заболевания, начиная с ВИЧ, заканчивая легионеллой, есть экспресс-тесты, например, на терпаниновый тест, на прокальстаниновый тест. Они все здесь также должны располагаться. В идеале здесь должна быть еще и лаборатория, которая позволяет диагностировать методом ПЦР ковид, либо уже та лаборатория, которая может определять антитела. Естественно, не всегда это удается именно таким образом сделать, но я сейчас говорю именно об идеальном устройстве госпиталя. Далее, в красной зоне на границе с желтой, ну вот, например, вот здесь вот, здесь где-то должна располагаться компьютерная томограмма или рентген-кабинет. Причем рентген-кабинет или отделение АКТ должно располагаться на границе между желтой зоной и красной. То есть, сам врач-рентгенолог или врач, осуществляющий анализ компьютерной томограммы, располагается в желтой зоне за перегородкой. Естественно, перегородка должна быть прозрачная, то есть, должно быть стекло, должно быть переговор на устройство, потому что укладку пациента должен осуществлять медперсонал, который работает в красной зоне. То есть, например, та медсестра, которая пациента привезла на рентген или на КТ. Либо в идеале должен быть специальный человек, выделенный для укладки пациента, если таких пациентов много, который только работает в красной зоне. и выполняет команды, которые поступают через переговорное устройство или какую-то там дистанционную такую связь, непосредственно врача, который затем будет анализировать рентген или КТ. То есть, врачи диагностической службы рентген и КТ не выходят в красную зону, они находятся все время в желтой. Кроме того, конечно, очень желательно, чтобы в красной зоне располагался аппарат УЗИ, не перемещаясь никуда в другие отделения. Естественно, там же должен быть и электрокардиограф. Проблемы возникают при расшифровке электрокардиограмм, потому что, естественно, если это идет на бумажном носителе, его крайне не рекомендуется передавать. Ну, выходят из положения по-разному. Конечно, лучше, чтобы в красной зоне дежурил именно специалист функциональной диагностики, если это невозможно. Вот даже передают с помощью телефона фотографии этой пленки и дальше уже ее расшифровывают, например, в зеленой зоне. Далее, выход из красной зоны осуществляется в желтую зону, как я уже говорю, через отдельный шлюз. Опять же, рекомендуется выходить попарно, потому что если что-то, какая-то проблема расстегнуть, что-то развязать или разорвать при снятии СИЗа, то другой медработник может помочь своему коллеге. Итак, потоки должны категорически не пересекаться. Выход из желтой зоны в красную, наоборот, из красной зоны в желтую. То есть, это совершенно разные слезы, где медработники снимают СИЗы, обрабатывают руки дезинфектантом, остаются в респираторе, дальше выходят в желтую зону, в которую они могут, например, зайти в буфет или в санузел, а если они уже заканчивают смену, что в идеале, я так понимаю, что во всех госпиталях будет осуществляться именно таким образом, что перерывы такие не предусмотрены. То есть, смена отработала, например, 8 часов и сразу через шлюз проследовала уже на выход. Но на выход она следует не просто так, даже если она снимет СИЗы. Дальше, при переходе из желтой зоны в зеленую, вот здесь я уже дальше веду указкой, это опять же повторяю, желтая зона может быть разных размеров, здесь она очень притяженная, она может быть очень короткая. Должны располагаться душевые, причем душевые должны быть, естественно, разделенные по половому признаку, поэтому в идеале должно быть два выхода из желтой зоны в зеленую, отдельно для мужчин, отдельно для женщин, и как раз таки вот в этом переходе из желтой зоны в зеленую идет уже сбрасывание своей хирургической одежды. Дальше медработники следуют в душевые, и после того, как они выходят из душевых, они уже одевают чистую хирургическую одежду, в которой они уже могут проследовать чистую ординаторскую, где уже лежат их личные вещи. Естественно, потом вот эту хирургическую одежду, которую они одели при выходе уже из душевых кабин, они используют потом уже для своей работы в следующей смене устройства. Вот несколько слайдов из презентации из Николаевича Параценко, который тоже поделился своим опытом устройства госпиталя в больнице в коммунарке. Прежде всего, все ориентируются на вактовый режим работы на территории больниц с оборудованием отдельных корпусов для жилья, чтобы медперсонал, во-первых, не тратил время на передвижение. Я понимаю, что везде по-разному. Есть маленькие города, есть крупные города, есть мегаполисы. Где-то там можно, где-то это не нужно. Но с другой стороны, такой вактовый режим работы, он минимизирует еще контоминацию семей медработников, потому что все равно мы понимаем прекрасно, как бы ни соблюдали все противоэпидемические меры, медработники могут быть заражены и в дальнейшем могут заразить членов своей семьи. Также точно есть шлюзы на вход, которые можно быстро изготовить из гипсокартона. Естественно, все эти шлюзы и вообще все помещения и зеленая, и желтая, и красная зоны, естественно, должны быть регулярно обработаны антисептиком, вентиляция. Естественно, вентиляция – это большая проблема, как я уже говорила, и мы наблюдали это в госпитале Бергам. Желательно, даже не желательно, это вообще должно жестко соблюдаться, чтобы в красной зоне была абсолютно отдельная вентиляция и из красной зоны через гепофильтр весь воздух выбрасывался на улицу, поэтому, чтобы не было никаких обратных потоков воздуха, рекомендуется заклеить, исключить воздушные потоки именно из красной. То, что как раз-таки в госпитале Бергам, например, этого гарантировать никто абсолютно не мог. Естественно, под лабораторией должны быть отведены либо отдельные помещения, либо отдельные лаборатории, опять же, как я говорю, оптимально, чтобы эта лаборатория вообще располагалась в красной зоне. Должны быть отдельные склады, отдельные корпуса или отдельное помещение, но с отдельной, опять же, вентиляцией для отдыха и приема пищи. Да, следует предусмотреть еще такой маленький шлюзик для передачи посылок, потому что, ну, обычно это как-то не хотят это предусматривать и игнорируют. Говорят, зачем и в госпитале Бергама тоже на это особого внимания не уделяли, там сообщали родственникам ежедневно по телефону о состоянии пациента, но мы все сами прекрасно понимаем, что бывает действительно необходимо, чтобы что-то все-таки родственники передали, поэтому это должен быть такой отдельный шлюз, помещение для полного переодевания персонала через душ, в котором, в общем-то, я. Мне понравился пример вот такой организации госпиталя в Ростове-на-Дону, когда потоки медицинских работников по половому признаку разделились вообще на разные этажи, то есть, например, там мужчины выходят через второй этаж, это был корпус травматологический, из нескольких этажей стоял, вот выходят через второй этаж, через свои душевые, через свою... ...раздевалку уже идут, ну, например, на четвертый этаж чистую ординаторскую, а там женщины выходят, так и наоборот, а мужчины через третий этаж, опять же, через свою душевую, через свою раздевалку, также в чистую ординаторскую, то есть, абсолютно разведены потоки на выход медперсонала, это, опять же, облегчает именно выход, не приводя никакому столпотворению идет смена. Конечно, вот оптимально еще предлагается раздельная маршрутизация для тех, кто идет на работу и кто выходит с работы, и еще хотела я отметить такой момент, что так как много медперсонала привлекается к этой работе, которые, например, раньше работали в других больницах, или в связи с этой маршрутизацией просто люди иногда путаются, и должно быть все четко расчерчено, должны быть наклеены какие-то стикеры, стрелочки, чтобы по ним было понятно, как, куда, кому идти. Если это еще и разделение по половому признаку, естественно, должно быть еще это наклеено. То есть, чтобы персонал не путался и не метался с одного маршрута на другой, потому что это и вообще-то увеличивает риски контоминации и опять же вносит какую-то дезорганизацию в работу такого госпиталя. Итак, промежуточные такие фильтры или боксы для проходной для передачи груза посылок также еще и следует предусмотреть для пищи. То есть, если пища будет заноситься, например, извне через шлюз в красную зону, если это речь будет идти о какой-то тележке, то следует предусмотреть полную обработку этой тележки каждый раз после передачи пищи, либо это должно быть каких-то даже, может быть, коробок, которые сразу же будут идти на утилизацию, потому что то, что попало из зеленой зоны в красную, обратно, естественно, даже если это неодушевленный предмет, то, естественно, категорически просто так он обратно выйти не может без какой-либо обработки. То есть, либо утилизация, если это что-то такое одноразовое, либо это тотальная дезинфекция для того, чтобы, опять же, не разносить инфекцию. Здесь, как предлагается, курьер заходит, оставляет посылку, удаляется из помещения наружу, сотрудник больницы заходит изнутри в промежуточное помещение и забирает посылку. Ну и опять же, дальше, если это картонная коробка, она, по идее, должна идти на утилизацию и обратно никаким образом в зеленую зону не поступать. Ну вот вариант на примере городской больницы номер 40 в маршрутизации таких пациентов. То есть, извините, не пациентов, а медицинских работников. То есть, медработник заходит через вахту, ну, подтверждает личность, заходит далее в, можно сказать, раздевалку, получает именной бейдж. Далее, речь уже идет, дальше эта раздевалка такая, речь идет о верхней одежде, дальше уже раздевалка более серьезная. На первом этаже медработник переодевается в медицинскую одежду, одевает сменную обувь, берет с собой ключ от шкафчика, где он оставлял свою одежду. Ну, предлагается вариант еще взять герметично упакованную еду опционально, но я думаю, что там, в общем-то, не до этого. Далее, после раздевалки, медицинский работник следует уже, получается, что раздевалка это еще зеленая зона, а здесь уже речь идет о шлюзе, значит, где-то здесь начинается желтая зона, уже надевает тайвик, респиратор, медицинскую шапочку, защитные очки, и уже входит в красную зону палаты приемной покоя, где идет прием больных. Если он уже после окончания смены выходит, то совершенно другой шлюз. Видите, здесь шлюз на четвертом этаже, а здесь уже шлюз располагается на втором этаже, то есть это совершенно разные шлюзы, точно так же, как и было на примере госпиталя в Бергамо, где идет снятие средств индивидуальной защиты, отдельно очки, обычно это тазик дезинфектантом, они складываются, дальше их уже централизованно дезинфицируют, обрабатывает руки антисептиком, и вот идет уже маршрутизация обратно практически по желтой зоне с переходом в зеленую, и возвращается он уже, можно считать, что вот это шлюзование, это есть переход из красной зоны в желтую, и уже дальше возвращая свою раздевалку, где личная вещь, шкафчик личный, это уже зеленая зона, но опять же здесь должны располагаться, где-то вот в этой области должны располагаться душевые, потому что зайти обратно в раздевалку с личными вещами медицинский работник должен только после душевой, после полного снятия еще и той хирургической одежды, в которой он работал именно в красной зоне, поэтому здесь нужно решить вопрос именно с раздевалками для отдельно мужчин и женщин. Естественно, госпиталь медицинский должен оборудован кислородом, сжатым воздухом и вакуумом, и здесь необходимо решать этот вопрос уже с инженерами, которые помогут развести, опять же, кислород по палатам отдельно каждой койки, также точно помогут развести сжатый воздух и вакуум, поэтому по идее должно, каждая палата, по крайней мере, где осуществляется ИВЛ, каждая койка должна иметь возможность подключения ко всем трем точкам, и кислородное, сжатое воздухо и вакуум. А если речь идет просто об оксигенации пациентов, то здесь достаточно, например, кислорода и, например, сжатое воздухо, то здесь может быть технически немножечко попроще, но оптимально, чтобы все койки были расположены рядом с этими тремя точками доступа, это оптимальный вариант. В отношении дезинфицирующих средств рекомендуется использовать аналит на основе хлорноватистой кислоты, которая доступна и обладает всеми дезинфицирующими свойствами, не только для вируса, но и бактерий, потому что на основе активного хлора она может заливаться в обычные бытовые разбрызгиватели и необходимо опрыскивать ламинированные халаты при переходе между зонами и корпусами. Обеззараживание помещений необходимо не менее двух раз в день, необходимо наличие ультрафиолетовых ламп типа кварца со соответствующими предосторожностями. Итак, конечно, связь должна осуществляться между красной и желтой зоной через какую-то связь, либо стационарную, либо сотовую. Лучше вообще какие-то выделить сотовые телефоны общие, которые бы не перемещались бы из красной зоны, желтой, то есть не личные, а какие-то вот такие, можно сказать, общественные. Но если медработники в красной зоне пользуются своими телефонами, то опять же следует иметь в виду, что их надо очень тщательно дезинфицировать, потому что они могут быть основными источниками инфекции. Видите, здесь вообще оптимально их помещать в герметичный такой зиплок-пакет, который не реже одного раза в час обрабатывать антисептиком. Но в некоторых случаях это игнорируется, что в общем-то совершенно неправильно. То есть, по идее, потом этот пакет вообще необходимо выбрасывать. Каждый раз был новый пакет, если речь идет о личном телефоне. Клавиатура компьютера, которые находятся в красной зоне, также обрабатывается антисептиком не реже одного раза в час, потому что это тоже основной источник инфекции. Не обязательно вирусов, но также бактерии. Если вспомнить о возникновении внутрибольничной инфекции в роддомах, то оказывается, что именно клавиатура компьютера в ординаторской нередко является источником той же аценито-бактербаумании. А так как пациенты у нас находятся в реанимации не только с вирусными пневманиями, но и с вирусно-бактериальными инфекциями. И как раз-таки внутригоспитальная инфекция, я думаю, что может являться во многих случаях причиной развития темы сепсиса и внутрибольничной пневмонии у этих пациентов. Поэтому мы должны бороться не только с вирусами, но и с бактериями. И предотвращение инфекции связано с распространением именно устойчивой внутрибольничной микрофлоры. То есть распространением инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Истории болезни. Да, оптимально работают с электронными историями болезни, которые не перемещаются. Категорически это нельзя делать, чтобы они не перемещались из красной зоны, например, в зеленую зону, через ординаторскую. Потому что, да, контактный путь передачи инфекции, он не основной, но тем не менее он имеет место быть. Его никто не исключает. И в этом случае как раз-таки история болезни может являться источником инфекции. Ну и, опять же, необходимо иметь стандартизированные бланки, заполняемые с компьютером, которые просто могут сопровождать маршрутизацию различных, например, диагностических тестов, различных пробирок, и просто на пробирке наклеивать со стики с соответствующей информацией. Также необходимо, если речь идет о бумажных каких-то направлениях, то их тоже кварцевать, если все-таки их необходимо выносить. Ну, про отделение лучевой диагностики я уже говорила. То есть должно быть разделение на зоны, на чистой, где находятся сами врачи, которые анализируют компьютерную томограмму или рентгеновские снимки, и грязную зону, куда, в общем-то, помещают пациента с помощью медработника, который занимается его укладкой, не переходя из желтой зоны в красную. Вот еще одна проблема. Средства индивидуальной защиты. Естественно, все уже поняли, что должны быть удобные, легкие, одноразовые халаты. Конечно, кварцы использовать можно, но это тяжело самим медработникам в них долго находиться, потому что даже в тайвиках, кто работал, знает, что он хотя и легкий, но совершенно как бы непроницаемый, он не дышащий, в принципе, это и так и должно быть, эта защитная одежда, но это приводит к тому, что, в общем-то, в нем находиться, конечно, некомфортно. Сейчас с наступлением более теплых дней, естественно, это будет еще менее комфортно. Итак, но с чем я столкнулась? Да, средства индивидуальной защиты есть, а правильно одевать их снимать, оказывается, не умеют многие. То есть, вот на тебе средства индивидуальной защиты, иди работай. А как их правильно одеть и правильно снять, инструктажа не проводится. За медработниками-то не отслеживается, а ведь как раз-таки при неправильном одевании средств индивидуальной защиты, да, порядок здесь может быть разный, самое главное, чтобы было удобно, но если они одеться неправильно, то повышают риск контоминации, а если их снимают неправильно, то это опять же повышает риск контоминации. И тогда смысл одевания этих СИЗО, он, в общем-то, не то, чтобы сводится к нулю, но все равно не защищает медицинского работника от инфицирования. Итак, для защиты слизистых обязательно должны быть очки, обязательно должен быть респиратор, который должен быть герметичный. Почему-то кто-то сейчас повторно пытается использовать, дезинфицировать, чуть ли не стирать, я такое слышу в регионах, они же теряют герметичность. То есть в процессе вот таких вот манипуляций с респиратором, они теряют те защитные свойства, в общем-то, для осуществления которых они предназначены. То есть это делать нельзя. Можно допустить такой вот, как крайний вариант, использование тех палаток, где пациенты не находятся на ИВЛ, не получают токсигенацию или какие-то другие процедуры, связанные с генерацией аэрозоля, использовать хирургические маски, как требует, как, точнее, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, но в санитарных правилах распотребнадзора такое не написано. В санитарных правилах написано, что везде должны быть использованы респираторы. Поэтому, я говорю, только в крайних случаях, если уже тотальный дефицит респираторов, тогда, естественно, их в первую очередь должны одевать те, кто работает с пациентами, которые находятся на оксигенации или находятся на ИВЛ. Перчатки. Почему их обязательно менять каждые 2-3 часа? Вообще, их по-хорошему нужно менять при переходе от одного пациента к другому, чтобы, опять же, не разносить между ними внутри больничную флору. Потому что считается, что обрабатывать перчатки это, в общем-то, лишено большого смысла, потому что все равно в поры в перчатках нитриловых, латексных и так далее забиваются микроорганизмы, которые никакими дезинфектантами не удалишь. Значит, как одевают тайвики? Вот всегда возникает вопрос, что делать с маской и с респиратором? То есть, имеется, нет, маска, а защитные очки. У тайвика капюшон он пришит к основной части костюма. При повороте головы капюшон может смещаться. Поэтому он может смещать респиратор, может смещать защитные очки. Поэтому одевать сверху это неправильно. Потому что, опять же, респиратор должен быть надет герметично, очки тоже по мере возможности должны быть надеты герметично. Поэтому сначала одевается респиратор, одеваются защитные очки, сверху одевается тайвик. Еще есть медицинская шапочка, которую многие носят. Да, она тоже должна быть где-то сверху защитных очков, которые на резинке, сверху респиратора. но если это защитные очки, которые одеваются вот такие вот сверху, то есть они на резиночке, они имеют пластмассовые держатели, то в этом случае они в этом случае только в этом случае они одеваются сверху, потому что по-другому их просто-напросто не оденешь. Но респиратор всегда должен идти первый. Сверху уже его одевается капюшон тайвика либо шапочка. Поэтому при входе в изолятор медработник должен собрать весь комплект, обработать, ну, среди индивидуальной защиты и обработать руки антисептиком и сталкиваюсь с тем, что одевают, не обрабатывают. Одевают перчатки, не обрабатывают руки. Ну, зачем? Они у меня и так чистые рассуждают. Дело в том, что есть как всегда собственная микрофлора и вы будете работать в перчатках, она у вас там будет в это время чувствовать себя очень комфортно, развиваясь в замкнутом пространстве, пространстве с высокой влажностью и дальше у вас могут возникать различные заболевания кожи. Поэтому надо следить либо должен следить госпитальный эпидемиолог каждый раз как работники одевают СИЗ, как перед этим обрабатывают руки. Одевать СИЗ в определенной последовательности. Халат, защита лица, хирургическая маска или респиратор, защита глаз, дальше сверху шапочка, ведь она вообще не указана, и последними одевают перчатки. Можно, конечно, одеть перчатки первыми, но потом как их снимать? Это все как одевать дальше средства медицинской защиты. Просто это неудобно. При выходе из изолятора снимаются СИЗы в определенной последовательности и проводят всегда в конце гигиену рук. Необходимо, чтобы медработники, заходя в красную зону, проверяли герметичность респиратора до входа в палату. Есть соответствующие реструкции. В ней здесь сейчас нет времени про это рассказывать, но должны быть тесты на отрицательное положительное давление, то есть надо сделать глубокий выдох. И респиратор должен при вдохе прилипнуть к лицу, потому что речь будет идти о том, что он герметичный. Если он не прилипает, его надо подогнать с помощью резинок и металлической скобочки, которая расположена на переносице, и делая выдох, респиратор должен надуваться. Это будет говорить об его герметичности, иначе грош ему цена этому респиратору. Кто должен носить СИЗ? Естественно, все, по-моему, это уже все поняли, начиная от врачей, кончая санитарками и различным вспомогательным персоналом. Естественно, необходимо минимизировать тех, кто входит в красную зону, особенно тех, кто вообще не имеет как одевать и снимать средства индивидуальной защиты. Поэтому повторное использование одноразовых СИЗ, оно крайне-крайне не рекомендуется. И если, например, на деле респиратора в итоге в красную зону так и не зашли, например, тогда его можно повторно использовать, сняли, необходимо обязательно обрабатывать руки и далее, если его повторно одевают, повторно одевают, то после теста на герметичность необходимо опять обработать руки дезинфектантом, потому что все равно, если вы уже один раз одевали, никто не даст гарантии, что на нем нет никаких микроорганизмов. И порядок снятия подразумевает, что чистые участки находятся внутри, снаружи и сзади, а загрязненные снаружи и спереди. И вот как раз-таки крайне не следует контактировать с теми участками, которые здесь у меня помечены красными стрелочками. Иногда, конечно, доктора забывают об этом. Итак, рекомендуется снять перчатки вместе с халатом. Выбросить их, обработать руки дезинфектантом. Если у вас еще одна пара перчаток, сейчас работают в двух парах перчаток, хотя, в общем-то, этот вирус не передается гемоконтактным путем, эти меры избыточны, тем не менее, в неспрописанных правилах, поэтому снимаем тогда первую пару перчаток вместе с халатом, обрабатываем руки, снимаем шапочку, снимаем, тоже можно обработать после этого вторую пару перчаток или руки дальше снимаем, в последнюю очередь снимаем защиту слизистых. Это защитные очки, не прикасаясь передней части, и респиратор, не прикасаясь передней части. респиратор снимают сначала за нижнюю тесемочку и затем за верхнюю, тогда он наружной частью не будет соприкасаться, например, в случае как-то немножко неверного движения с вашей шеей. и дальше уже обрабатывают вторую пару перчаток, снимают ее, далее обрабатывают руки дезинфектантом, далее, когда вы идете по желтой зоне, например, вы надеваете уже хирургическую маску и дальше следуете уже в ординаторскую или в душевую, вообще-то надо следовать в душевую, а потом уже в ординаторскую. Ну и несколько моментов у меня осталось в отношении терапии, я не буду сейчас сосредотачиваться в алгоритме лабораторной диагностики, потому что это уже очень много раз озвучивалось, в алгоритмах все уже столкнулись с этим, что иногда клиника идет как ковид в пневмонии, а на самом деле у пациента ковид не подтверждается и раз, и два, и речь идет о другом заболевании, которое также могло вызвать вирусно-бактериальное поражение нижних отделов дыхательных путей, поэтому нужно проводить естественно дифференциальную диагностику с небольничной бактериальной пневмонией, видите целый ряд заболеваний здесь указан, это опять же много раз уже проговаривалось и есть во всех рекомендациях. Если речь идет о поражении верхних дыхательных путей, мы также проводим дифференциальную диагностику с другими острыми респираторными вирусными инфекциями, герпес-вирусными инфекциями, микоплазменной инфекцией, мингококом, назофарингитом и другими. То есть все, идем, вот ведем пациента по той же схеме, по которой все-таки мы проводили их и раньше. Схемы терапии зависимости от тяжелых заболеваний, сейчас, конечно, мы постоянно обновляем временные рекомендации и на какой-то момент они могут оказаться неактуальными, поэтому необходимо следить именно за тем, что выходит в обновленных рекомендациях, но все-таки на амбулаторном этапе остается рекомбинант интерферон альфа, сейчас, возможно, будет добавлен еще умифенавир или он же орбидол. Если речь идет о пациентах старших возрастных групп, то рассматриваются комбинации хлорохина, гидроксиклорохина с рекомбинантом интерфероном альфа, если не исключается еще и руи. В другой теологии, то опять же рассматривается добавление универсальных препаратов противовирусных, таких, например, как умифенавир. У стационарных пациентов уже идут комбинации того же, например, гидроксиклорохина в связи с тромицином, сохраняется комбинация лапиновира и ретановира с рекомбинацией метрофероном альфа. Извините, лапиновира и рекомбинация метрофероном бета. По вопросам лабораторной диагностики, разрешите, я не буду подробно на этом сейчас останавливаться, я немного этого касалась и все в своих лекциях не охватишь. Опять же, вы все уже прекрасно знаете, что страдают в основном лица сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, поэтому необходимо предусматривать назначение кардиопротекторов в группах риска при средне-тяжелом и тяжелом течении ковида. Необходимо иметь в виду, что опять же идет дискуссия о влиянии ингибиторов, приема ингибиторов АПФ на именно тяжесть течения ковида, но не рекомендуется отменять эти препараты тем, кто до заболевания их получал для коррекции артериальной гипертензии, потому что мы можем делать только хуже. И опять же еще по крайней мере все очень дискутабельно, по крайней мере назначать их естественно не следует, а если пациент получал до попадания в стационар, то их лучше не отменять. Но в отношении НПВС, да, вот был такой фейк в отношении бупрофена, что он якобы повышает экспрессию рецепторов конгентензин, конвертирующих фермент ТУ-2 на клетках. Информация эта, в общем-то, не подтверждается, но рекомендуется, лучше бупрофен все-таки не использовать, так как есть наличие парацетамол. Обсуждается также преимущество использования дометацина, потому что он был достаточно эффективно оценен на примере SARS. Но, опять же, это тоже все дискотерапельно, поэтому лучше остановиться на парацетамоле. Четко, по-моему, уже в всех странах поняли, что надо заниматься профилактикой тромбозов, которые могут возникать, особенно у пожилых людей, страдающих от эрросклероза. На форме такой очень достаточно консервативной терапии инфузионной, потому что все боятся, что и правильно делают, что избыточная инфузия жидкости может усугубить ОРДС, но консервативное ведение пациента в отношении инфузионной терапии, опять же, с другой стороны, может привести к сгущению крови и увеличить риск тромбозов, которые без того очень часто наблюдаются при COVID-19. Поэтому профилактически рекомендуется использовать низкомолекулярный гепарин, даже если тромбозам нет, доза вам приводится, 4000 международных единиц подкожным до улучшения клинического состояния пациента по контролю ДДМИРа. Либо вот еще рекомендуется по 100 международных единиц на килограмм за день при тяжелых тромбозах, но все это в наших рекомендациях, которые вот-вот новые выйдут, все это будет указано. Про ОРДС я долго говорить не буду, потому что это уже тема. Хочу обратить ваше внимание, что опять же все придерживаются то, что необходимо блокировать цитокиновый шторм на первой-второй стадии ОРДС, поэтому если нет блокаторов интерлекина А6 или брокаторов рецепторов интерлекина А6, вот используют например в Италии метилпидензолон вот под такой схеме. У нас тоже в рекомендациях это будет хотя бы 1 грамм на килограмм 5 дней, затем 0,5 грамм на килограмм максимум 5 дней и еще 11 дней, то есть всего 3 недели 0,25 грамм на килограмм в течение 11 дней. Это итальянские рекомендации у нас примерно такие же дозы примерно такой же продолжительностью имеются в наших временных клинических рекомендациях то есть примерно мы следуем тем же маршрутом что и все международное сообщество ну и опять же блокадр интерлекина А6 если они есть то конечно их нужно использовать начиная уже с первой стадии развития ОРДС кто-то говорит однократное ведение кто-то двукратное ведение с интервалом 12 часов потому что опять же мы здесь идем на ощупь четких критериев нет и нет их во всем мире но примерно вот так ориентируется на то какие именно дозы нужно вводить не забывая обменения ваш 2 гистаминовых рецепторов или ингиби траводородной пумбы для профилактики внутренних кровотечений при развитии диареи вот популярность особенно за рубежом гидросек хотя можно использовать и другие препараты которые влияют на развитие диареи синдрома точнее купируют его при этом инфекционном заболевании поэтому конечно патогенетическая терапия лечения вторичных бактериальных инфекций пациентов попадающих под определение ковид должно ориентировано на лечение ОРДС вирусно-бактериальной пневмонии сепсиса септического шока и полиорганы недостаточности благодарю за внимание ссылка гранировали доехат с PA made вирусно-бактериальной Bot improv